Евгений Бергер Князь Демидов Книга шестая Глава первая У каждого в жизни есть момент, который по праву считается самым счастливым. Причем для многих окружающих он может показаться совершенно нелепым, но это не главное. Главное то, что для тебя этот момент самый счастливый и дорогой. Было нечто подобное и у меня. Очень давно. Когда я служил в СБ Ее Императорского Величества. Помню, что однажды вечером Шанго совершенно внезапно появилась на пороге моего дома. Ряженная в мантию из светопоглощающего волокна и нескольких блокираторов аромата. «Что-то случилось?» – с волнением спросил я. «Идем». Это было единственным, что она тогда ответила. Схватив за руку, Шанго потащила меня в лес к священному озеру. Из-за динафитов, которые обитали в воде, ночью это замечательное место светилось ярко-голубым цветом. Мы с императрицей любили иногда приходить сюда, чтобы просто побыть наедине. Помолчать или же рассказать друг другу очередную, глупую историю. Это было совсем не важно. Важно лишь то, что священное озеро являлось исключительно нашим местом. Таким, где мы точно встретимся, даже если не будем договариваться. А еще на одной из ликорий – высокие хвойные деревья – было вырезано зашифрованное любовное послание для Шанго от меня. Эх, прекрасное время, которое я никогда не устану вспоминать с нотками восхитительной и самой теплой ностальгии. Но сейчас возвращаемся к нашей истории. Мы подошли к берегу, и Шанго тихо прошептала. «Смотри». Сперва я не заметил ничего примечательного из-за яркого свечения динафитовых водорослей. Но затем из травы выплыла парочка велшников. Это такие огромные птицы, которых издалека можно принять за рыбацкую лодку. Кроме красоты перьев, уникальных целительных особенностей подкожного жира и потрохов, эти водоплавающие пернаты отличались от других представителей данной группы невероятной преданностью своему партнеру. Однако из-за особенностей питания велшников самцу очень часто приходилось подыскивать подходящий водоем, поэтому он мог отсутствовать вплоть до нескольких лет. Но, несмотря ни на что, самец всегда возвращался к своей самке, как только найдет подходящее озеро, чтобы сопроводить ее туда для дальнейшего продолжения рода. Правда, жировые прослойки, потроха и перья велшников очень ценились на рынке, поэтому пернатые быстро попали под личную защиту Лайла Бе. — Смотри, как красиво! — прошептала Шанго, указывая на двух огромных птиц, что вместе плыли вдоль озера. — Ага. Я аж разинул рот от удивления. Какие большие! И величественные! Говорят, что если встретишь пару велшников, обретешь счастье в любви. Кокетливо улыбнувшись и взяв меня за руку, произнесла императрица. — А ты его разве не обрела? — возмутился я. — Обрела, конечно. Но что мешает быть нам еще счастливее? — улыбнулась Шанго и положила голову мне на плечо. Велшники никогда не бросают друг друга. И сколько бы ни прошло времени, самка обязательно дождется своего самца. А самец, в свою очередь, обязательно вернется к своей самке. Это так романтично. Не находишь? — Весьма, — согласился я. Птицы на мгновение разделились, чтобы перекусить, и одна из них в порыве охоты заплыла в кусты. — Курх! — послышалось из камыша. — Брз, брз! — тут же ответила вторая птица и устремилась к своей половинке. — Что это такое? — спросил я. — Ниичка говорила, что курлыканье обозначает «я нашел что-то интересное», а в жиканье «иду к тебе». — То есть они общаются звуками? — Конечно. Просто большая часть их звуков недоступна для наших ушей. Поэтому орнитологи изучили их язык не до конца. — Надо бы поставить охрану на озеро. Кто знает, сколько эта парочка пробудет у нас в гостях? — Слушай. Мне тогда было немного стеснительно задавать этот вопрос, но я все же решился. — А что может сделать тебя еще счастливее? — Ха. — А ты как будто не знаешь. Шанго пригладила мои волосы. — Если честно, то нет. Создать семью с любимым мужчиной. Официальную. Без укрывательства и тайн. Ходить вместе, куда захотим и когда захотим. Не удерживать холодные бесчувственные маски, когда рядом появляется кто-то еще. Вот тогда, как мне кажется, я буду еще счастливее. А еще... Императрица тихо прошептала мне на ухо. — Иметь продолжение нашей семьи. Понимаешь? — Конечно же, я понимал. И подобные разговоры от Шанго казались мне тогда невероятно опьяняющими. Чувствовал, будто все это происходило в сказке. Словно очень реалистичный сон. Тогда не было никаких особых забот. Не было всего этого груза времени и действительности. И что самое главное, не было внезапно объявившегося Кейна. Уже и не вспомню, когда в последний раз чувствовал такое напряжение. Вот ведь злая ирония судьбы. Едва я успел отойти от информации, что Шанго — миротворец, как тут же заявился ее мертвый родственник. — Вижу, у вас очень много вопросов ко мне, — усмехнулся Кейн. — Но все это подождет. — Эдгар, останови вот здесь. — Да, сыр, — кивнул водитель. — Неужели решил порешить меня на пустыре? — Хотя не похоже, вроде вокруг дома. Тонированное стекло опустилось вниз, и до меня донесся компьютерный голосок. — Добро пожаловать во вкусно и ладно. Чего желаете? — Два больших вкуса. Крутыш с соусом «Цезарь». Куриные кусочки. Соус кисло-сладкий и диетическую крем-соду. Произнес Кейн и вопросительно посмотрел на меня. — Что-то будете, капитан? Я угощаю. — Нет, спасибо, я не голоден. — Ну, как знаете. Пожав плечами, Кейн вновь повернулся к окошку приема заказов. — Это все? — С вас шесть рублей. — Так. Миротворец залез в карман и вытащил смятый червонец. — Вот, сдачи не надо. — Благодарю. Заберите заказ в следующем окошке. — Угу. Эдгар? — Да, сыр. Водитель подкатил к следующему окошку, и спустя мгновение Кейн взял довольно крупный бумажный пакет и зеленый стаканчик. — Приятного аппетита, — пожелал я с непониманием, глядя на высшего. — Благодарю, — ответил он и вытащил нечто отдаленно напоминающее гамбургер. — Эдгар, давай в подворотню. Не люблю есть на людях. — Да, сыр. В салоне повисло напряженное молчание, сопровождаемое лишь тихим чавканьем. Честно говоря, такое поведение сильно раздражало меня. Но пока я не понял сути нашей встречи, выдвигать какие-либо претензии было опасно. Кейн довольно быстро оприходовал большой вкус и запил все это дело диетической крем-содой. — Обожаю местную уличную еду. В ней концентрируется все самое мерзкое, что только можно придумать. Это такая насмешка над питательными веществами. Высшая форма извращения. С ухмылкой поведал миротворец. — Мы собрались, чтобы обсудить уличную еду? — Никак нет, капитан. Дело в том, что я очень обеспокоен текущим положением дел. Задумчиво ответил он, вертя в руках коробочку с куриными кусочками. — Кажется, что моя сестра сошла с ума. Она совершенно потеряла голову из-за вас. — И что с того? — Как же, — удивился миротворец. — Не хотелось бы начинать издалека, но, видимо, иначе никак. — Скажите, капитан, почему вы так рияно сражались с Шаратом Артикай? — Потому что в этом было мое предназначение. Я нес пользу мультивселенной. — Вот. Кейн поднял указательный палец. — Предназначение. Какое замечательное, а главное правильное слово в данной ситуации. Попытаюсь разживать вам остаток сути. У каждого есть свое предназначение. Например, у вас — защищать мультивселенную от ППА. Скажите, а чем, по-вашему, должны заниматься миротворцы? В чем наше предназначение? — Создавать миры, чтобы заряжать свои батарейки? — Почти, но вы неверно истолковали саму нашу суть. Да, у таких, как мы с сестрой, смыслом жизни всегда являлось строить новые миры. Однако причина, по которой мы этим занимаемся, вовсе не в батарейках. Эта причина намного посредственнее, но в то же время намного величественнее и благороднее. Ведь миротворцы — это в первую очередь созидатели. Если быть точнее, мы восславляем жизнь. Несем ее свет в самые темные уголки мультивселенной. Произнес высший и, неестественно, широко разенув пасть, ссыпал куриные кусочки, а затем махом проглотил. Что-то слабо верится. Я с недоверием посмотрел на Кейна. Он вел себя максимально странно, но в то же время опасное напряжение сошло на нет. Оглянитесь вокруг, капитан. Все это — часть глобального механизма, где каждый исполняет свою роль. Мы все как шестеренки единого целого. То есть миротворцы создают миры, а стиратели их защищают. Мы преследуем общие цели. Наша общая задача — контролировать, чтобы жизнь в мультивселенной процветала. И тем не менее, я не совсем понял основную мотивацию. С батарейками все прозрачно, а вот с вашим этим светом... О, тут нужно немного пошевелить мозгами. Давайте подключим воображение и представим, что мы находимся внутри огромного живого организма. И речь идет именно о мультивселенной. Просто представьте, что галактики — это атомы, из которых состоят клетки огромного живого существа. Оно настолько велико, что никто, совершенно никто, не сможет представить его размеры. Что за странные условности? Повторюсь, я просто хочу, чтобы вы осознали нашу цель, поэтому прихожу к таким очевидным примерам. Допустим. И продолжая отталкиваться от нашего примера, мультивселенная — это часть огромного существа. А наша задача, подобно клеткам крови в теле любого позвоночного, нести жизнь, развивать выделенный нам кусок этой невероятно огромной плоти, поддерживать в нем жизнь. В этом и есть сакральный смысл существования миротворцев. А как же батарейки? Всем нужна пища. Кейн указал на помятый бумажный пакет «Вкусно и ладно». Чтобы оболочка продолжала функционировать, приходится наполнять ее питательными веществами. Точно так же и мы берем часть созданного для того, чтобы продолжать свою работу. Прямо как пчелы на пасеке. Но говорить о высоких целях с вами бесполезно. Вы все равно не поймете смысл. Лучше давайте обратим внимание на нечто более реалистичное. Миротворец протянул мне изъеденную черными венами ладонь. «Позволите вашу руку?» «Зачем это?» «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — усмехнулся он. «Ох, надеюсь, я об этом не пожалею», — вздохнул я и протянул свою руку. Кейн лишь слегка дотронулся до нее, как все вокруг потемнело. Сперва я ничего не понял. Что это? Пустота? Абсолютный мрак? Лишь спустя несколько секунд глаза начали привыкать, и я увидел на небе звезды с очень странным светящимся облаком. «Вот так выглядит настоящая планета», — произнес Кейн, который все это время стоял рядом со мной. «Безжизненный и холодный камень, в котором нет совершенно никакого смысла. Просто бесполезный кусок породы, который вращается вокруг оранжевого карлика». Мимо нас пронеслась огромная светящаяся точка, которая, судя по всему, и была местным солнцем. «Миротворцы далеко не всегда смотрят в огромных масштабах. Иногда мы обращаем внимание на мелкий булыжник и хотим попробовать дать ему шанс. А почему нет? Кто знает, что в перспективе из него может выйти». К нашей планете подлетела огромная комета. Яркая вспышка больно ударила по глазам, и нас с Кейном накрыло мощное облако грязно-серого дыма. «Процесс естественного терраформирования может занять миллионы лет, поэтому мы используем ускоренный курс просмотра, чтобы пройти сквозь все этапы развития уже сейчас. И я хочу, чтобы вы увидели чудо, капитан. Истинное чудо жизни». Когда пар медленно опустился, вся земля покрылась трещинами. Неподалеку от нас, выбрасывая в воздух раскаленные струи лавы, начал извергаться вулкан. Правда, спустя мгновение всё вокруг вновь затянуло паром. В выбоиных и трещинах образовались водоёмы. Пар постепенно сошёл, и чёрная земля начала размягчаться. Водоёмы становились ещё больше, и спустя некоторое время всё вокруг поросло странной зелёной жижей. После этого появился мох. Это выглядело словно фильм на быстрой перемотке, и, скажу честно, я был очарован. Очарован тем, как безжизненный кусок камня, что болтался в космосе, начал обрастать настоящей жизнью. «Было в этом нечто чудесное». «Пока в водоёмах созревают первые простейшие организмы, земля постепенно оживает. Совсем скоро появится растительность. Первые кустарники, а за ними первые сложные организмы», — пояснил Кейн. «И действительно, как только появилась трава и первые деревья, из воды начали выползать странные существа, отдалённо напоминающие земноводных рептилий. С каждой секундой небо становилось всё ярче. Деревья выше, существа постепенно превращались в огромных, мохнатых монстров. Кажется, это очень дальние родственники птиц. Существа росли, размножались, постепенно заполоняли всё вокруг, а я всё думал, когда же появятся приматы и первые люди. Когда первая волна живых существ достигает своего апогея, мы запускаем ещё один удар». Миротворец указал на стремительно приближающийся метеорит. «Теперь, когда атмосфера полностью насытилась всеми необходимыми веществами, стоит подумать о плодородной почве для будущих поколений. Первая волна живых существ станет чем-то вроде удобрения. Златан всемогущий. Я с ужасом наблюдал за тем, как огромная взрывная волна уничтожает мохнатых гигантов, деревья, растительность, да и, по сути, вообще всё вокруг. Одно дело, когда ты читаешь об этом в энциклопедии, и совсем иначе всё выглядит в реальности. Это просто ужас. Безысходность. Тлен. Обречённость. После мощного взрыва Земля на некоторое время вновь погрузилась во мрак. Из-за огромных облаков пыли в атмосфере. Спустя мгновение началась затяжная зима. Мимо нас пробегали странные существа, больше напоминающие собак. Крупные, мохнатые и с очень длинными хвостами. Затем, когда выглянули первые лучи солнца, а снег и лёд начали таять, всё вокруг вновь покрылось зеленью. «Наступает вторая волна живых существ. Подготовительная», — произнёс Кейн. «Ещё немного, и мы увидим первых людей. Ещё чуть-чуть». Деревья стали привычного размера, а животные с каждой секундой становились всё меньше и меньше, пока они стали напоминать то, что бегало по земле сейчас. И, наконец-то, мимо нас прошли первые племена. Вооружившись дубинами, люди охотились на кабанов. Затем, лишившись примерно половины своей группы, вернулись с добычей назад. После этого начались кровопролитные войны. Люди воевали за территорию и ресурсы. Всё очарование чудом жизни сошло на нет. «Какая жестокость, а?» — усмехнулся Кейн. «Стоит человеку взять палку в руку, всё. Процесс не остановить. История превращается в кровавый угар, который красиво редактируется победителями. Здорово, правда?» «Что-то никакого чуда я больше не вижу». «Погоди! Я хочу, чтобы вы увидели всё до конца». Миротворец хотел похлопать меня по плечу, но я увернулся. Мимо нас прошла армия рыцарей в латах. Спустя ещё некоторое время вооружённые первыми ружьями солдаты побежали в атаку. Взрывы, выстрелы, трупы. Всё вокруг напоминало самую настоящую мясорубку. И главное — жестокость, ярость, звериная всепоглощающая злоба. Всё было буквально пропитано этими отвратительными эмоциями. Спустя ещё некоторое время всюду построили дома. Поехали танки, полетели первые летательные аппараты и снова война. Пулемёты, гранаты, ракетницы. «Не заметили, что чем дальше мы идём, тем больше жестокости, крови и трупов?» — поинтересовался Кейн. «А ведь, кажется, цивилизованное общество. Люди должны учиться настоящей дипломатии, искусству переговоров, но... к чёрту это! Война, смерть, деньги, власть! К чему разговоры, когда можно разорвать оппонента на кусочки и заработать на этом?» Я чувствую в твоём голосе усмешку. «Так оно и есть, но это скорее наш недочёт», — вздохнул Кейн. «Мы дали людям всё, что только можно. У огромного количества рас вопросов к выживанию гораздо больше, но комфорт развращает. Люди не ценят своё место под солнцем. Сильные миры сего до упора будут убивать и крушить во имя собственного эго, власти и денег. Такова людская природа». Мимо пролетели дроны. Роботизированные танки без пилотов начали захватывать огромную крепость. Вместо людей на поле боя сражались андроиды. «Дипломатия?» — поинтересовался я. «Экономия!» — с улыбкой ответил Кейн. «Человек стоит дороже, чем бездушная машина, которую можно починить или же без труда сделать новую. Со временем воины превращаются в жалкую пародию на былые сражения. Зато никто никого не убивает». «Как же?» — миротворец указал на толпу выбегающих из замка операторов, которых мгновенно расстреляли из танков. «Смертей меньше. Но звериная жестокость никуда не делась. Стреляет не пистолет, а тот, кто нажимает на спусковой крючок. Так всегда было. Так всегда будет». После войны андроидов всё вокруг застроили огромными жилыми башнями. Наконец-то сражения закончились, и люди начали пропадать с улиц. «Вымирание?» — удивился я. «Именно. С изобретением виртуальных капсул реальность стала неактуальна. Зачем тебе жить в мире по чужим правилам, когда у тебя есть виртуальная реальность, где ты волен делать всё, что захочешь? Люди вымирают. Некогда огромный мир начинает угасать. За сто лет с момента изобретения капсул численность населения сократилась на полтора миллиарда. И так вниз, вниз, вниз. Зажжённых огоньков в башне становилось всё меньше. И спустя ещё некоторое время я заметил, что на улицах стали появляться дикие животные. Поначалу дроны пытались их отогнать, но спустя мгновение и роботы тоже отключились. Обслуживать их попросту было некому. Барабанная дробь. И вот оно, чудо жизни. Цикл завершился. «Человечество полностью вымерло. Кто-то не успел вовремя подзарядить аппетайзер и скончался в капсуле от голода. Кто-то просто сошёл с ума и закончил жизнь самоубийством. Нюансов много, но такова жизнь», — произнёс Кейн, и мы вновь оказались в его машине. «Настоящая жизнь. Без купюр и лжи». Выглядело максимально отвратительно. И никакого чуда я не заметил. Лишь кровь, войны и убийства. «Потому что ты обращал внимание лишь на то, что хотел. А между делом в этом мире жило очень много счастливых людей. И главное, они же в итоге пришли к миру без границ. Надолго ли? К тому же потом всё равно их всех захватила виртуальная реальность с нейросетью. И что с того? Всё кончено, капитан. Вы слишком пессимистичны. А я же показал вам мир, в котором человек прорывается к своему будущему потом и кровью. Лишь сила и способность к адаптации поможет тебе продолжить свой род. Вы обратили внимание, как люди активно развивались во время эры электронных технологий? А во время сверхпроводников и повимеров? Люди тогда впервые отвлеклись от войн и переключились на нечто иное. Они осознали, что можно обойтись без кровопролития. И именно в этом и заключается чудо жизни. Взарождении, становлении, осознании и угасании. То есть вы запускаете новый мир, чтобы он в итоге просто сгинул? Нет, я слышал об этом сотни тысяч раз. Либо ядерная война, либо виртуальная реальность. Просто какой во всём этом смысл с точки зрения жизни? Счастье отдельных людей. Они рождаются, оставляют свой след в истории и умирают, усмехнулся Кейн. Но, скажу честно, на самом деле люди способны на большее. Каждый запущенный мир — потенциальный шанс узреть, насколько далеко может зайти человек. Разве же это не интригующе? Хорошо, давай так. У вас был хотя бы один мир, который миновал границу ядерной войны или виртуальной реальности? Было. Немного, но они смогли пойти дальше. И что с ними стало потом? Увы, этого мне узнать не удалось. Я слишком молод, чтобы увидеть естественное развитие мира. А синтетика? Увы, они зачастую умирают ещё раньше. Ускорение естественного хода событий нарушает огромную кучу правил, что приводит к неминуемому концу света. Но факт остаётся фактом. Люди могут. И люди имеют право на жизнь. И наша задача — давать эту жизнь по всей мультивселенной. Хорошо. В таком случае, что именно ты хочешь от Шанго? Чтобы она вернулась к своим обязанностям. Её желание скрыться среди людей — просто непозволительная роскошь. Отказ от предназначения и совершенно неуместное поведение. Она с чего-то возомнила себя свободной, — раздражённо ответил Кейн. А разве это не так? Нет, не так. Ни один из миротворцев не освобождается от своего предназначения. В этом наша суть. В этом смысл нашего существования. Но с чего-то же она приняла решение об изменении курса. Нечто должно было повлиять на неё. Разве нет? А-а-а. Во всём виноват Сенат. Это его представители пошли на уступки. Позволить миротворцу разгуливать в мультивселенной, позабыв о цели. О чём это говорит? Правильно. О несостоятельности и нецелесообразности Сената. А ещё стоит учитывать, что мою сестру подставили. Дважды. И я не намерен так просто это оставлять. Я хочу, чтобы они ответили. Допустим, встретишь ты сейчас Лайла Бе. И что дальше? Что именно ты хочешь сделать? Будем так говорить. Я верну её в рабочее русло. Пока она играет в человека, Сенат продолжает беззаботно творить свою ужасающую политику. А у меня нет ни единого шанса подобраться к ним близко. Ведь для них я уже мёртв. Стоп, стоп, стоп. А зачем подбираться к Сенату? Как же? Чтобы восстановить справедливость, капитан. Шанго была идеальной грушей для битья. То есть её спокойно подставили под удар, а как только она изъявила желание быть свободной, лишь помахали ручкой вслед. Ни благодарности. Ни единого извинения в адрес Шанго. Она для них простой инструмент, который можно выкинуть в любой момент. Хотя изначально Шанго позиционировалась как самый ценный дипломат, а, собственно, где уважение? Где та самая любовь, о которой они говорили, а нет её? Впрочем, как и всего остального, злобно произнёс Кейн. И Шанго ведёт себя так, словно ей нет до этого совершенно никакого дела. А что, если так и есть? Что, если Шанго не хочет больше иметь ничего общего с Сенатом? Даже если и так это совершенно ничего не меняет. Ты хотел попасть на корабль, чтобы восстановить справедливость. Ты утверждал, что рыбка начала гнить с головы. Так вот, твои разборки с бастионом — это песчинка в пустыне. А вот то, чем занимается Сенат, это уже проблема куда глобальнее. И суть одна. Лидеры отклонились от первоначального плана. Потеряли всё, из-за чего к ним тянулись массы. Но, кроме того, я никому не позволю подставлять Шанго под удар. Ведь её единственным защитником всё это время был я. Но как только Сенат казнил меня, сестра осталась совсем одна. «Да неужели?» — возмутился я. «О, не надо смотреть на меня такими злыми глазами, капитан. Если вы тоже считаете себя защитником Шанго, то у меня для вас очень плохие новости. Давайте вспомним, как вы с ней расстались пятьсот лет назад. Кажется, её чуть не казнили. А где в этот момент были вы, капитан? Почему не рядом с ней? Почему вы вообще допустили, что во дворец ворвались революционеры? Я защищал жителей столицы по приказу самой императрицы и не мог быть в двух местах одновременно. «Вот! Не сочтите за грубость, но вы бесполезный червь, который ничего не знает и ничего не может. Мне кажется, что Шанго выбрала вас из жалости. Или веселья ради. Вы были для неё не более чем щенком. Я ни в коем случае не хочу вас обидеть или задеть. Всё же у меня есть кое-какое воспитание. Просто люблю говорить по факту». «Я защищал её на протяжении трёх веков. Предотвратил огромное количество покушений, пока ты... Кстати, а где всё это время был ты?» «В небытие. В отличие от вас, капитан», — строго ответил Кейн. «Вы защищали её три сотни лет, но не смогли быть рядом в самый ответственный момент». «Эх, капитан, честно, если бы не моя огромная любовь к сестре, я бы стёр вас сразу, как только узнал о вашем прибытии сюда. Но нет. Пришлось придумывать план. Заманил сюда Сига на корабле. Я верил, что вы улетите обратно. Однако какая-то мразь взорвала Рейнджер. Кстати, у вас нет версий, кто бы это мог сделать?» «К сожалению, нет». «Ладно, я с этим разберусь, но чуть позже. Суть в том, что я хотел развести вас с Шанго максимально мягко, чтобы она не винила во всём себя. Но вы никак не хотите оставлять этот отсталый мир. Держитесь за пустые надежды, пытаясь здесь дотянуться до того, чего просто физически не может быть». «Ты рылся в моей голове. Я сжал кулаки». «Всё верно», — усмехнулся Кейн. «А как иначе я мог узнать про корабль, вашу мотивацию и... ваши надежды?» «Все эти цели и переживания в конечном итоге ни к чему не приведут. Это всё пустое. Такое же пустое, как и у Шанго. Но я согласен, что моя сестра слишком жестока. Она не должна была давать вам пустых надежд на совместное будущее». «А это не тебе решать», — огрызнулся я. «Боюсь, что другого выбора у меня нет. Шанго миротворец, а не девочка из человеческой семьи. Её задача — создавать миры, созидать жизнь в мультивселенной вместе со мной. А она продолжает делать вид, что её всё это не касается. Как я уже сказал, Сенату было очень удобно с ней. Можно поставить под удар, а потом просто забыть. Зачем ворошить прошлое, когда Шанго и так всё устраивает?» «Если ты так любишь копаться в чужих головах, мог бы заглянуть и к сестре. Боюсь, что тебя ждало бы сильное разочарование. Нет. Понятия не имею, кто это такой, но точно не миротворец. Слишком много слов и мало дела. Осталось только понять разницу наших сил и по возможности подкараулит шанс прикончить его по-быстрому. Уж больно много себе позволяет. Ха-ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся Кейн. «Капитан, ну откройте вы уже глаза! Сколько можно верить в эту сладкую ложь? Думаете, Шанго реально рассчитывала на то, что вы будете обычной парой? Думаете, что она говорила правду про ваше совместное будущее? Я вас умоляю, она играла с вами как с щенком. Она знала, что вы будете преданы ей до конца. Почему вы не осознаёте столь очевидных вещей? Потому что я знаю Шанго». «Знаете?» Миротворец расхохотался пуще прежнего. «Я не могу. Вы живы только потому, что поднимаете мне настроение своей глупостью. О каком «знаете» может идти речь, если Шанго сообщила вам о своей принадлежности к миротворцам и ваших совместных детях? Буквально только что. Вы её не знаете, капитан. Впрочем, я понимаю. Она лишь создала для вас иллюзию. «Не верю, что твоя сестра будет создавать потомство с щенком», злобно усмехнулся я. В этот момент мерзкая улыбка исчезла с лица Кейна. «Вы не в том положении, чтобы шутить, капитан». Тон миротворца стал максимально серьёзным. «О, неужели?» «Хорошо. В таком случае давай ближе к делу. Что ты хочешь?» Поинтересовался я, почувствовав в кармане два протяжных вжика от мобильника. «Чтобы вы свалили из этого мира». «Ам, зачем?» «Я строю свой бизнес. У меня тут семья». «Вы мешаете моей сестре». «Мешаю?» «Как же?» «Если она играет со мной, и дело вовсе не в чувствах, тогда пускай сама валит». Я развёл руками. «Понимаешь, мне вообще плевать, кто и что думает. Мы можем долго слюнявить тему личного выбора, любви и ненависти. Но ты сам себе противоречишь. Щенок не повод оставаться в мире, а посему зачем щенку сваливать? Если твоя сестра меня не любит, то проблем быть не должно. Она будет прикрываться вами, а мне этого не надо». «Мне тоже много чего не надо». «Просто к чему все эти разговоры? Ты же миротворец. Телепортируй её на Луну и поговори там с ней». «Повторюсь, если Шанго реально хочет вернуться к своей прежней деятельности, то какой-то там щенок вообще не будет преградой. Она может в любой момент щёлкнуть пальцами и сказать всего хорошего. Мы ж с ней даже не встречаемся. И если нет любви, не вижу, в чём моя особенность. И уж тем более не вижу причин меня убивать». «Очередная глупость, капитан. Вы должны...» Мощный треск прерывал тираду Кейна, и в салон прорезался ярко-оранжевый луч. Спустя мгновение лимузин разделила напополам. Эдгар среагировал и, вытащив пистолет, выпрыгнул на улицу, однако тут же был превращён в кровавый туман аналогичным лучом. «Хо-хо-хо! Кажется, мамочка вернулась!» злорадно проурчал я и схватил Кейна за плечо. «Откуда такая паника, господин Божественное Начало?» «Что, миротворцы тоже испытывают страх?» Пассажирская дверь со стороны Кейна вылетела, и к нам заглянула до ужаса злая Настя. Её глаза пылали ярко-белым пламенем, а по рукам и ногам гуляли небольшие молнии. «Как ты посмел!» не своим голосом прорычала она. «Это не твоё лицо!» «Теперь моё», — холодно ответил Кейн. «Я пришёл забрать тебя, Шан, и у тебя нет другого выбора». «Отвали от конца, ублюдок! Немедленно!» — громогласно воскликнула Шанго. «Какой-то слезняк дороже родного брата!» «Мой брат умер много лет назад, а вот кто ты?» Едва Настя дотронулась кончиками пальцев до лица Кейна, как его тело тут же вспыхнуло ярко-синим пламенем. Спустя мгновение рядом с нами сидела лишь дымящаяся кукла. «Что это?» — удивился я. «Марионетки», — разочарованно вздохнула Настя и тут же пришла в норму. «Ты как, в порядке?» «Да, всё хорошо». Стоило выйти из лимузина, как Шанго тут же набросилась и крепко обняла меня. «Телефон сошёл с ума», — всхлипнула она. «Я не знала, что и думать, а когда почувствовала подделку аромата, тут же побежала во двор, а там ты садишься в лимузин. Господи, я так испугалась за тебя!» «Не переживай». Я поглаживал Настю по золотистым волосам. «Я почти сразу понял, что это не твой брат. Уж больно долго церемонился. Не знаю, кто это, но если правда Кейн, то у нас большие неприятности. Я должна найти его, пока он не натворил ещё больше проблем. Почему он отправляет марионеток? Есть вариант, что слишком слаб и не хочет рисковать. Видишь?» Настя указала на пентаграмму на груди манекена. «И водитель тоже не человек». «Как это?» Удивился я и, повернувшись, увидел вместо кровавых ошмётков лишь небольшую кучку обгорелой стружки. «Грамотная иллюзия. Скорее всего, Кейна не добили. А теперь он хочет мне отомстить. Вообще-то он сказал, что хочет вернуть тебя в строй». «Ага». «Поди-ка ещё рассказывал про созидание и чудо жизни в мультивселенной». «Да, но вышло не очень чудесно». «Кейн — живодёр. А ещё шизофреник, помешанный на естественном отборе и считающий, что никого выше его не существует. Он один из тех, кто верит, что нет никакого другого мнения, кроме его собственного, а сам в итоге ничего из себя не представляет. Ох, повстречался бы он хоть раз с первородными». «Это ещё кто такие?» «А, ты ж не знаешь». «Это те, кто ещё выше миротворцев. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Они всё равно слишком далеки от планет, людей, трейсеров и прочего. Так что основная проблема на данный момент — это Кейн. Он наверняка хотел переманить тебя на свою сторону, чтобы потом использовать против меня». «Чёртов ублюдок». «Но не переживай, я обязательно найду его», вздохнула Настя и вновь прижалась ко мне. «Вместе найдём». «Нет». Шангу с ужасом посмотрела на меня. «Ты трейсер, Кхал. Он может стереть тебя энергетическим перегрузом, а я такого не переживу». «Просто будем работать сообща. Я тоже не намерен тебя отдавать». «Мне очень приятно это слышать». Настя уткнулась лицом в мой мундир. «Но всё же основной работой займусь я. У меня есть хотя бы какое-то представление, где он может быть. А вот потом составим план дальнейших действий». Договорились. «Ох, как же сердце болит», — тихо прошептала Шангу, взяв меня за руку. Я испугалась. А как поняла, что он может забрать тебя у меня, сильно разозлилась. И когда увидела его лицо... «Кстати, ты сказала, что оно не Кейна. А о чём речь?» Я приобнял Настю за плечи, и мы направились по подворотням в сторону университета. Благо, что времени было много, и все прохожие уже успели разбрестись по домам. В прошлом мире я создала тело для своего приёмного сына. И Кейн зачем-то взял именно эту внешность, как будто хотел сделать мне ещё больнее. Да, скорее всего, просто рассчитывал, что если произойдёт столкновение, ты не сможешь ударить. «Нет, я ещё не настолько рехнулась», — улыбнулась Настя. «Ичеру очень далеко отсюда. Он бы точно не стал воровать тебя. А вот Кейн... Он мастерски залазит в голову через сны и узнаёт всё, что нужно. Но не переживай. У меня есть защита от внедрения». «Кстати, если ты всё это время пряталась, а Кер упоминал о миротворце, что сидит в этом мире, может ли быть такое, что речь шла именно о Кейне?» «Не знаю. Кейн тоже предпочитает прятаться». «Три миротворца на одну терру... Не слишком ли?» «Слишком. Даже очень», — вздохнула Настя. «Но я всё для себя решила». «В каком плане?» «Я устала от этой вечной беготни, поэтому буду бороться за этот мир, Кхал», — уверенно заявила императрица. «Ты со мной?» «А разве может быть иначе?» С Настей разошлись неподалёку от ворот, чтобы лишний раз не вызывать подозрений. Всё же одно дело, когда наставник и ученик общаются днём на территории университета, и совсем другое, когда возвращаются в обнимку под закрытие общежитий на комендантский час. «Ты живой?» — тихо спросил я уже перед крыльцом общаги. «Спасибо, что вспомнил». Голос Хихаля сильно изменился и теперь был девчачьим. «Прости, на меня свалилось слишком много информации. Долгорукого на тебя свалилось», — нахохлился лась-добродетель. «А чего не хихикаешь?» «А смысл? Раньше под хихиканьем я прятала настоящий голос, а теперь...» — недовольно фыркнула Хихаль. «А зачем врала?» «К девчонкам всегда относятся предвзято. Не замечал?» «Есть такое, но это не повод врать. Кто ты такая?» «Добродетель». «Дух». «Богиня». «Бывшая защитница рода твоего тела». «А зовут тебя как?» «Хихаль. Мне нравится моё новое имя». «Нет, я серьёзно». «Я серьёзно?» «В общем, всему своё время, Володя. Скоро расскажу. Дай мне небольшую паузу, ладно?» Тяжело вздохнув, спросила она. «Терпеть не могу манипуляторов». «Я помочь хочу. И вообще, что это за наглость? Я круглосуточно защищаю твою задницу. Мы вместе прошли сквозь огонь и воду, и я явно заслуживаю хотя бы каплю уважения с доверием». «Хорошо, но учти. Я ведь так просто не отстану». «Ты обещала». «И я обязательно всё расскажу». Недовольно отозвалась Хихаль и исчезла. «Мальчик или девочка, по сути, не важно. Главное то, что эта мелкая засранка явно скрывает от меня целый пласт важной информации. Буду теперь долбить каждый день, чтобы помнила». «С кем это ты там разговариваешь?» — поинтересовалась жрица Ада, развалившись на стойке коменданта в облике пушистого манула. «С тараканами в голове». «О, занятно. Говорят, что разговаривают сами с собой только гении и психически нездоровые люди. А к каким относишь себя ты?» «Обоим», — усмехнувшись, ответил я и быстрым шагом направился в свою комнату. Когда пришёл, то словно попал в сонное царство. Уся, Рут и Лина спали на кровати. Причём на этот раз кошка и лиса выполняли роль нижнего белья для волчицы, ибо она своё зачем-то развесила на спинку стула. «Уф, ночь обещает быть интересной». Злова по-прежнему не хотела возвращаться домой, а тяпа и растяпа читали «Властелин колец» под миниатюрным ночником. «Вы чего на полу?» — спросил я. «Поднимитесь хоть на подоконник». Тяпа помахал щупалкой, мол, нам и так нормально. «Ну, смотрите сами», — пожав плечами, ответил я и хотел стянуть себя за унывочи с одеждой, как вдруг в моём кармане опять завибрировал мобильник. «Ха, Валёк? Ух, только не говорите, что на парк кто-то напал». «Слушаю», — напряжённо ответил я. «Ваше благородие, очень дико извиняюсь за столь поздний звонок, но я по делу». «Не извиняйся, что там у вас?» «Мои люди нашли Пешкина, и он совсем без охраны. Пойдём щемить его». «Как неожиданно и приятно», — злобно улыбнувшись, ответил я. «Ждите меня в парке. Скоро буду». «Ждите меня в парке. Продолжение следует...